Очередная партия гуманитарного груза, собранная прихожанами храма Рождества Христова, была передана российским военнослужащим. На передовую бойцам отправили отопительные печи. В холодное время года на передовой не хватает универсальной буржуйки, рядом с которой можно не только согреться, просушить одежду, но и вскипятить воду, попить горячего чая и умыться тёплой водой. Как раз маленькие палатки у нас, мы сделали, десятиместные сделали, пошили себе палатки. Вот это как раз оно, потому что ставить большую, те, что наши печи, понимаете, там жариться можно тогда, потому что все рядом. Она три на четыре, а вот это как раз будет то, что надо. Слава Богу! Расцепить печки можно и блиндажной свечой, особенно если вокруг нет сухих веток и щепок. Здесь уже тоже можно согреть. Более 60 таких окопных свечей специально для бойцов, по благословению настоятеля храма отца Александра и под руководством преподавателей, изготовили воспитанники русской православной школы. И всё из подручного материала. Жестяных банок, гофрокордона и церковного воска, освященных молитвой свечей. Делаем свечи для военных, чтобы им было комфортнее, тепло. Жестяные банки ребята приносили из дома, спрашивали у знакомых, помогали и прихожане храму. Наши прихожане храма приносят пустые банки, также вот одна прихожанка сделала сама вот такую свечу. И они хорошо горят, очень хорошо. Собираем миром. Технология изготовления проста. Заполненная картоном ёмкость, заливается воском. Время горения такой свечи от 4 часов и выше. И горит практически без дыма. Если поставить свечу в небольшое углубление, огонь виден не будет. Ну вот это школьники наши делали такие свечи, посмотрите. У него так, окопные свечи, да. Должны гореть хорошо, согревать ребят наших. Она будет греть железо, да? Да. Вот. Железо будет греть. Если закладываешь, то она разогревает печку и тем там он даёт тепло. Да, да, да. Если ещё камушками обложить, то будет ещё. Да, дешёвое будет. Да, слава Богу нашим. Да. И хоть понемножечку вот от наших школьников православной школы к приближению победы. Дай Бог, чтобы всё было у вас необходимое. И согреться, одеться. А самое главное, чтобы вы возвращались живыми и здоровыми. Спасибо вас, Христос. В этот раз также передали бойцам компактные кухни в комплекте с газовыми баллонами. Вот такие печки, да, получите для того, чтобы ребята наши согревались там и кушали горячее питание. Спасибо, Господи. Печи хорошо себя зарекомендовали в военно-полевых условиях их применения. В сборе такого тёплого груза активное участие принимали прихожане храма и много неравнодушных людей. Ведь у многих воюют мужья, отцы, братья, близкие. Важен вклад каждого человека в дело приближения победы.